что в китае основное такое китай разделен на три таких участников я уже рассказывал как-то это капиталистический китай это в основном юг китая где вся находится электронная промышленность гонконг это отдельная территория которая была присоединена китаю я бы не сказал что все граждане гонконга очень любят китай потому что с 2005 же 16 года там чем больше сближается китай с гонконгом тем больше там народные волнения в гонконге и правда подпомнивают поддерживают в плане но опять же если вы обратили внимание по последним событиям китай так и не вёл войска я могу сказать почему потому что основной бизнес основные деньги китая находятся в гонконге биржа все компании, которые, обязательно двойные компании, потому что есть компании, которые китайские, а есть компании, которые в Гонконг. И все деньги в основном лежат на деньги в Гонконг. Поэтому, как только они подвели войска в Шэджене, у меня есть даже фотографии, то есть бой, стоящий на границе, где я обычно переходил в Гонконг, дорожка, им сказали, если вы туда, то все бабки, которые там были, все. И, соответственно, через неделю это все от границы убрали. Так они и не вошли. Где-то информация, опять же, от людей, которые в Гонконге, потому что они видели вот эти вот скопления на границе, присылали мне в инстаграм. Присылали вот такой вот Так, 3 территории. А, 3 территории, да. Вторая это Центральный Китай. Вторая это, я, наверное, национальный так вот, когда рассказываю. Вторая это Центральный Китай, Коммунистический Китай, и третья часть это Северный Китай. Чем Коммунистический Китай отличается от того же южного китая нет южного сначала тем что центральный китай это начиная шанхай либо и вот эти вот города которые ближе к шанхаю ближе пекину в основном тяжелая промышленность тяжелая промышленность соответственно они подтянули его сейчас до уровня южного китая по дорогам по социалке по всему но все равно немножко перекос есть то есть в южном китае как бы китайцы побогаче и дороги получше и города почище потому что там опять же в том же шанхае было там даже по-моему позапрошлом году тоже там все плакались о том что вот дымка вот гарри тому подобное стали во всех городах мерить оказалось что конечном итоге китайское правительство взяла целью очистить города и из шанхая вывели всех крупные тяжелые промышленность за пределы города соответственно воздух почистился и все стало хорошо то все на китай северной китай держат так сказать в ежовых рукавицах там стараются последнюю очередь строить дороги в последнюю очередь строить какие-то коммуникации последнюю очередь строить города опять же та же сумка развелась очень поздно по сравнению с другими городами которыми были то есть я сколько ездил через сумку раньше когда не было сообщений через гонконг или там через тот же гуанчжоу то соответственно и стараюсь и опять же на севере китай существует программа о поддержке национальная о переселении китайцев россии то есть если китаян женилась на русском ей выпрятчивается премия цель 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 ассимуляции территории ну вот а говорите что они не планируют захватить денег ну как то вот я не вижу тут вот много таких вот только на рынках я знаю там и то китайцы женились потому что им надо чтобы русские торговали здесь на рынке очень много земли но насколько я знаю в том же в том же вот здесь рядом как называется нет не забайкали ну по амурке вот города благовещенске благовещенске им отказали сейчас и забрали очень много земель собирались они на последнем конференции когда я был в шанхае в прошлом в прошлом году весной наш мэр как бы приходили к нашему мэру просили ввести сюда четыре тысячи китайцев потому что русские не могут обрабатывать земельные участки как бы не могут работать землю они хотели к стичь четыре тысячи китайцам и было отказано если честно мадам дать должен ну сейчас кто у нас Кожемяк это считает Кожемяк это фактически отказал он тоже был на конференции Кожемяк я слышал такую программу существует вот я с Крайцем общался вот здесь у него горячек есть на второй речке там чай продают говорит вот мне дать 60 тысяч долларов потому что две тысячи долларов на то чтобы я если тут я останусь я могу купить квартиру на эти деньги для развития бизнеса китайского в России это правда потому что тут есть программа 60 тысяч долларов заются нет была программа только на ассимиляцию если кто-то гонился либо Китай гонился на русской либо кидаянка гонилась там и остались здесь по поводу вот как раз вот таких да и буду вопрос все-таки этнические скажем так вот Северный Китай это что это вот так называемый двоймура кто такой вопрос хочу задать который там считается или там народ и так далее там и такого второго сорта кто такие Манчжуры это может те же Джорджейни которые да какую-то антайси версии ну это вот какие Монголия Манчжуры да кто-нибудь такие все-таки Манчжуры это потомки Монголии обычной просто внутренняя действия Китая а по поводу Синьцзяна Синьцзяна насильственно заселяется ханцами просто когда я не помню в каком году была была вот эта потасовка большая по-моему я уже по-моему в 2009 я не помню по датам когда было вот это вот большое большое противостояние по-моему 9-10 год просто я знаю что мы играли в пинбол пришли на следующий день не проиграть в пинбол после этого нам сказали извините но все оружие забрали мы говорим почему в связи с событиями в Синьцзянской восстановленной области что там произошло почему опять же китайцы заселяют тот район ханцами то есть традиционными китайцами центральной полосы туда ну переселяют дают программу по переселению соответственно они там строят себе дома и заселяют эту территорию уйгуры они столкнулись с уйгурами тогда потому что где-то что-то побили уйгура несколько китайцев собралось большой тайгой побили уйгура уйгура соответственно пришли тоже отбивать побить китайцев побили китайцев и снова опять китайцы собрали еще большую толпу пришли ханцы туда бить уйгура соответственно и началось вот такое вот противостояние но очень рады сепаратисты на самом деле уйгур потому что ну как они считают себя угнетемными в данном случае были очень много случаев в Китае которые не освещались это когда в метро просто человек с ножом он пришел и резал всех подряд это были уйгурсы одна девушка русская в Шенчжэне тоже пострадала ей порезали шеем как бы проблемы просто человек достал ножку в метро поэтому там везде в метро стоят обязательно детекторы ну китайцы правда да которые относятся наклевательски на самом деле к этому но вот коронавирусу надо отдать должное в Шенчжэнь они перекрыли весь Гуанчжоу как бы вот ребята рассказывают они ездили в Гуанчжоу ничего нет то есть спокойно въезжаешь в город спокойно по городу выезжаешь приезжаешь обратно к границе Гонконга к Шенчжэнях там обязательно тебя останавливают на дороге обязательно проверяют температуру обязательно проверяют не чихаешь и ты не кашляешь там спрашивают и тогда только пропускают в город такие кордоны есть но они не так как вот город рвом там отнесли просто центральные дороги перекрыты перекрываются так же вот как всегда там проявляют на алкоголь надо дать тоже сказать что до до спартакиады до спартакиады юношеской спартакиады Китай носился к алкоголизму на дорогах спокойно то есть мог человек выпить даже в полиции висела табличка выпил одну бутылку и едь осторожно выпил две бутылки пива не езади у меня вот друзья спортсмены которые китайские они это дело пиво налакаются упали в машину там в окошко высунулся к правой полосе прижался и едет по дороге были такие случаи до до спартакиады после спартакиады они взялись очень плотно за это дело и сами устраивали проверки накупили датчиков накупили всего и все полосы четыре полосы движения перекрывают стоят камеры снимают подъезжаешь сначала фракшуют документы потом права сначала документы потом тебе дают трубочку дыхни все такая вот система еще вопросы по этому да я просто хотел сказать так после этого они заняли первое место в спартакиаде все таки внешне уйгуры внешне центральный китайский или это не самые высокие рослые центральные китайские самые высокие это северные китайские дальше поменьше идут центральные китайские самые низкорослые это южные китайские почему там тепло всегда они сами низкорослые причем есть такая социальная ну не социальная наверное психологическая то есть южные китайцы боятся северных китайцев потому что они крупнее потому что они выше потому что они и тому подобное и опять же вот сталкивался с ситуацией когда вот допустим ко мне у меня никогда не было за 14 лет проблем с китайцами то есть никогда на меня никто нигде не нападал никогда ничто не это самое но вот парнишка в Москве он маленький маленького роста худой у него были прецеденты с китайцами один раз в Макдональдсе там китайц его оскорбил ну то есть сидел с девушкой скончался там и назвал его нехорошими словами на китайском языке а так как человек знал китайский язык он повернулся и ответил соответственно там тот вызвал 5 китайцев этих трое русских в общем Макдональдс от Макдональдса ничего не осталось но надо однажды сотрудникам Макдональдса они сказали что вот эти три китаец сам первый напал на русских за это они получили бобов что получили? бобов по шее получили ааа в палкины что ли нет бывает такое у китайцев нет понятия там я не знаю как это назвать доброты нет сочувствие сострадание таких понятий нет в китайском языке на самом деле и визуально это очень сильно видно потому что над любым животным они могут издеваться абсолютно спокойно переехать человека на машине тоже абсолютно спокойно добить этого человека тоже абсолютно спокойно почему такое происходило раньше и почему происходит потому что раньше когда еще Китай поднимался в моноколюдные семьи кто-то выходил на дорогу и кидался под машину соответственно если он выживал то есть этого человека надо лечить кормить фактически до его старости поэтому сложилась такая традиция проще развернуться еще раз переехать его чтобы похоронил там за 40 тысяч и так же до сих пор эта практика осталась все переехал нет проблем моя жена говорила не давай ничего нищим особенно еду ты ему дашь еду он тут же упадет скажет ты меня отравил будет конючить что отвези меня в больницу в больнице там она выписывает такой вот всяких лекарств и ты его будешь лечить пару месяцев такая вот беда и закон будет на его стороне и закон будет на его стороне но есть одна такая вот почему опять же там они очень между собой очень часто конфликтуют они стараются с иностранцами не конфликтовать ну это я расскажу почему они не стараются с иностранцами не конфликтовать это опять же связано с языком и с визуальным мышлением а между собой они на дороге если где-то что-то выскакивают там палками начинают отбивать все что можно бить фары несколько раз я наблюдал такую картину когда вот прямо вот и очень много роликов где китайцы просто вот у него что-то дико кто-то обидел он прямо на машине начинает давить кто это пока не задавит а какое ему наказание полиция это что ты понимаешь он не осознает того что будет наказание у него нет этой картинки перед ним наказание у него нет картички в голове о том что ему последует какое-то наказание то что полиция там как бы достаточно жестко себя ведет они боятся полиции но вот именно того что ему последует какое-то наказание за это он не понимает просто не понимает и все соответственно вот таких вот ситуаций когда они там что-то такое творят друг другу они просто не отдают себе отчет в том что придет какое-то наказание потому что он не сталкивался с этим у него в голове этой картинки нет соответственно он не знает что что будет дальше то есть армия у них очень страшные инструменты да? Китай можно захватить с 12 до 2 весь либо жрут либо спят это национальность опять традиция Китая то есть у них законом закреплено что работодатель должен предоставить сотруднику от 30 минут до часу на сон днем то есть и обязательно закреплено что должен быть обед и ты не можешь там допустим кого-то заставить в этот обед поработать потому что потому что все это нарушение законодательства поэтому с 12 до 2 часов китайцы либо жрут либо спят и даже армия даже военные с которыми я сталкивался они так вот в расписании то есть рабочий день закреплено конечно но что входит в этот рабочий день надо опять же законодательство то есть работодатель нанимая сотрудника должен обеспечить ему если он приехал в какой-то деревне жилье и тревогразовое питание при этом он не может как бы высчитать за жилье и за питание с заработной платой за употребление я ответил на твой вопрос? нет сколько часов обычно рабочий день 8 часов но опять же это смены 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 ты можешь 8 часов ты поставишь смены опять же обязательная переплата если ты перерабатываешь законодательство ты должен платить ну и в принципе в России то же самое дальше уже на усмотрение работодателя кстати нехороших слова один китайец из Пекина тут центральный китайский китайец объяснил что у нас нехороших слов нет а вот допустим у нас там сходят северо-китайцев это как какие хорошие слова все таки как с этим вопросом как с плохими словами с плохими словами много разных такой жест это тебя побьют сразу ты откроешь китайцем демонстративно покажешь да а так слова много китайских нехорошие ну например они иностранцев называют лаварем это тоже нехорошее слово Но оно так взялось в Китае, что иностранцы там тоже друг друга называют лавайной. Дословно это переводится заморский чёрт. Лавай. А сейчас собственность на средства производства частная преобладает? Нет, государственная. Всё-таки общественная преобладает? Пока. Но опять же, все основные структуры это государственные. Транспортные компании, металлологические заводы и тому подобное, всё это государственное. Вы можете открыть частную компанию, конечно, можете. Но вас обяжут сотрудничать через какое-то государственное. А промышленные предприятия крупные, тоже большинство государственных? Все политические государства. Все политические государства. То есть частных довольно мало, да? Частных мало, но туда могут назначить кого-нибудь из КПРФ, председателя, который будет курировать данную компанию. Либо же Эрбешника посадить. А как тогда вы говорите, что Южный это капиталистические традиции? То есть его сразу сделали капиталистическим Китаем, потому что электронная промышленность, его отгородили сразу же. То есть там в основной оборот денег на юге Китая. То есть так, если производство всё-таки принадлежало частным? Нет, государственным. И много-много компаний, которые частные, обслуживают это государственные компании. То есть производство, допустим, радиокомпонентов, производство того-то-того-то, производство жёстких гишек принадлежит государству. Но ты из этих компонентов можешь сыграть что угодно. Это уже частные компоненты. Американцы уже выводят эти заводы? Они начали вывозить давно заводы. Нам же говорим, что... Они давно начали вывозить, давно стали закрываться заводы. Ещё после 15-го года Криньса. Про китайское ЦБ относительно российского, но в сравнении, и относительно МВФ, как они в ЦБ работают? Они стараются не работать. Зачем у них дохрена денег? Нет, ну как, наш ЦБ, например, он работает, получается. Китайцы додумали из-за того, что они... Я сейчас объясню. Например, платёж Гонконга в Китай, он не проходит через корсчёт. То есть они напрямую воруют деньги. Долларовый платёж через корсчёт не проходит. Они идут напрямую между банками. Они ввели свою систему. А если в Россию? Если в Россию, то через корсчёт. То есть через МВФ? Да. Китайцы, вот не помню в каком году, приняли закон национализировать ЦБ. ЦБ, да. Понятно. У нас как бы тоже... И они, вот, реки, у себя немножко сделали независимыми от МВФ. Ну, и оттуда уже пошли все вытекающие. Ну, то есть они как с МВФ не сотрудничают? Нет. Он не может взять кредит в МВФ? Нет. Они достаточно... Китайцам везде дают кредит. То есть иностранцам не дают кредит в Китае. Даже если у тебя рабочая виза, даже если у тебя хоть что угодно, но тебе не дают. Опять же есть, чем отличается, допустим, их законодательство, нынешнее, от того, что... Содажник какая? В 2005 года законодательство. То есть если у тебя семейная виза, ты женат на китаянки, ты там... Ты не имеешь права работать по этой визе. Ты можешь работать только по рабочей визе. То есть по студенческой визе ты не имеешь права работать. Ни по какой визе ты не имеешь права работать, кроме рабочей визы. И все. ВИПу не то же самое. У нас, по-моему, для них что угодно. Они и по туристической работают, и по чем... По любую визу. Даже без... Но если тебя поймали по этой визе, сразу пять тысяч штрафов и депордация на 5 лет. Все. Виталий, да, вот, может, как осторожность, по-моему, это... Все-таки как пришел в Центробанк китайский, стал государством. То есть получается у нас та же проблема перед нами. То есть да, у нас сейчас банк... У них были большие заемы с США, с Штатом, Европой и так далее. Какие были механизмы, как это все произошло? Потому что у нас была та же проблема, это перевода Центробанка в ГОС. Ну, это достаточно воля на, я думаю, партии и правительство. Единственное условие, которое было. Сан-Депинь сказал все, и на этом все сказали все. Вот так, да? Да. Это зависит от воли партии и правительства. То есть какой-то вариант, если у нас будет большинство правительства, то мы это сделать сможем, в принципе. Да, вот, принять закон. Законозательство, закрепить, принять законы, то есть принять законную мошку. Переведя все счета, которые находятся на границе в Россию, соответственно, в Китае же все переведено в Конкун. Основные средства производства и прочее. Это местный швейцарский банк, да? Местный швейцарский банк, да. Ну, соответственно, Сорос в свое время туда переехал жить в Конкун и тому подобное. Я не знаю, потому что я когда платил, я платил как иностранная компания своим сотрудником и укрывал, можно так сказать, частью от налога. Потому что у меня гонконговская компания на материковом Китае. То есть я не был в юридикции Гонконга, я не был в юридикции Китая. Соответственно, а счет у меня был в Китае. Соответственно, те меня не могли трогать, и эти меня не могли трогать. Поэтому, как бы, я все-таки хотел, что делал. Нет, вопрос-то у меня глубокий. Я к тому, что как у них вообще вот эта социалка построена? Пенсии нет. То есть пенсии нет? Пенсии нет. Пенсии нет. Есть страхование, есть налоги обычные, какие обычные проплаты. Долгосрочные счета есть? Есть. Накопительные. Ну, они вот так, наверное, да? Накопительные, да. Пенсионеры в основном вот этим и занимаются. То есть они либо играют на бирже, либо планируют накопительные счета. На сколько лет пенсии вы тут? Нет, там нет пенсии. Сколько она хочет, только... Там нет пенсии. А, то есть вы годы, что я будешь покорить? Как ты хочешь. То есть, как готовы родители веки себя содержать, тогда ты уходишь на пенсию и все. У КВЭ. Почему? У госслужащих и у военных есть. Есть. У госслужащих и у военных есть пенсия. У госслужащих и у военных есть. Вот я приезжаю в Китай, у меня проблема с навигацией, проблема с maps.me почему-то стала, то есть там глушилки у меня не стоят. Гугл был полностью заблокирован. Гугл был все заблокирован. Как вот это вопрос об реке, это посвящиваешь за респират, WPN поставить, перед въездом как-то в Союз, либо там уже опасно ставить? Я написал программу, которая для конконгской компании, для VPN, и она ставилась на роутеры, и я продавал роутеры. А значит, она выпаянется? Да, VPN. Есть несколько серверов в Випеяновке, в Гонконге, в Сингапуре, еще где-то. То есть, в принципе, она обрабатывалась? У меня никогда не было проблем с Китайской Беликой Стеной. В этом Китайском стене уже пробито было окошко. Ну, даже сам вот этот основатель Китайской Стены, где-то был ролик тоже на Йоку, все китайцы взяли, когда он просто вот там выступает, выступает, потом у него бац, выскакивает сообщение, на его большом экране о том, что, извините, но данный сайт заблокирован Китайской или Великой Стеной. Он такой постоял, постоял, и видом там у себя пишут VPN. А вот в интернете у них, во внутренней Теслике, у них контент только китайский или там только китайский? Ну, то, что пробивается туда, за границу есть, во-первых, это все-таки полицейское государство. И жесткое. И жесткое достаточно полицейское. Опять же, возвращаясь к куйгурам. На Ширджене был адвокатан вот этот вот, начну с того, что наши специалисты русские, технологии, которые были еще в 67-м году, в 68-м году, вот, люди наши, техники, с Москвы, которые занимались распознаванием лиц, технологии распознавания лиц, сейчас работают в Китае и вот эту программу там возрождают. А? Ну, с Москвы и работают, и не только в Китае. То есть распознавание лиц и технологии. Сейчас вот Шэнчжэнь – это город, который напичкан камерам настолько, что вот их полицейские даже не замучаются. У меня друг вышел пьяный из бара, сел в такси, забыл там сумку, ну, а ему летать на следующий день надо было на самолете. Приехали, там же тут же нашли, откуда он выходил, какая такси, номер такси, прочитали надпись на такси, какая там эта компания, позвонили в эту компанию, вызвали этого водителя, договорились, что он туда-то привезет этот кошелек, все, оставили. То есть сейчас все, поэтому, а эта технология была отработана в Шэнчжэнь и ее перенесли в уйгурскую автономную область. Теперь там все разграничено, заборчики, по паспортам, по пропускам, если ты в уйгур, одно отношение. Опять же, то есть последние, начиная тоже с 2014-2015 года, в Китае с развитием Мичата ввел такой, наверное, для своих граждан параметр, то есть полезности гражданина. Все зависит от того, зависит от рейтинга, ну полезность гражданина, то есть смотрят, с кем ты общаешься, поэтому китайцы обязательно там надо, чтобы 3-5 иностранцев у них было там в общении, тогда у них рейтинг поднимается, и там зависит от своих платежей, как ты платишь, где ты живешь, что ты покупаешь в магазине, и тому подобное. И за это плюшки получаешь? И за это плюшки получаешь, да. То есть если у тебя низкий рейтинг, как гражданин, ты даже на работу не можешь строить. Соответственно, сейчас Югурская автономная область перенесла, перенесенные все граждане, именно Югуры, вот в этот низкий рейтинг. И им там не сладко, по-самому, где-то. Национальная дискриминация, мы с Афганией, мы задавили еще? Да, ну задавили ханьцами их, то есть центральную область, переселяли целые города туда. Сейчас, правда, много городов пустых, в том же построении. Приведу пример, такой простой. Опять же, была спортивиада юношеская. Не пронесли в одном месте, то есть несли олимпийский огонь, и один пунктик пропустили. Ну, то есть обошли, видать, уже не успевали до конца добежать, и просто отпустили. Перегородили, все. Что там началось в этом месте? То есть настоящий бунт начался. Начали переворачивать машины. То есть у меня друг живет как раз этажом выше, вот в этом пунктике, и он это все снимал на камеру. Фотографировал. То есть начали переворачивать машины, начали сжигать, кричать, что за хрень, почему здесь не пронесли огонь. Мы тут три часа стояли, ждали. И вот там население такое, его нужно держать во всем, иначе как бы там каждый сам себе голова, каждый собственник. Начинаются вот такие мини-бунты очень часто, и наших там дипломатов закрывают на заводах. Причем все сотрудники этого завода объединяются, и они уже не контролируют себя. То есть не раз там наш дипломат был даже бит с Пекина, когда приезжал там в иностранные заводы разруливать ситуации по тем, что не выпускали русских оттуда сотрудников и тому подобное. Друг друга они вообще не жалеют. Это у них нет, допустим, по поводу там женщина, мужчина. То есть если полицейский перед ним, спокойно, абсолютно, без всяких колебаний, без всяких эмоций. Тоже вот рыночек, у них есть НОК, национальная армия Китая. И молодых обкатывают, туда привлекают. На что? Например, где-то стихийные рынки какие-то. Вот у нас под офисом был стихийный рыночек, там спускаешься в обед, всегда готовишь. Им раз сказали, что типа не бросайте мусор, нельзя здесь торговать. Два сказали, что нельзя торговать, три сказали. На четвертый раз приехал НОК, оцепился по кругу. Взяли палки длинные такие и пошли. Просто вот прошлись, после них мы спустились. То есть вся продукция была перевернута, все тележки разбиты, все было разбито, развалено. Все забрали, все. После этого там не было никого. Потому что у тех продающих наконец-то сложилась картинка. Сложилась картинка. О том, что можно получить бобов за это вот. И так постепенно Китай сам взращивает тех людей, у которых в основном одинаковыми картинками. Да, ну это их образование такое. То есть они садятся, дети даже на дополнительном образовании садятся и начинают заучивать иероглифы. Начинают заучивать иероглифы. Заучивать, 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 заучивать. Все вместе, хором, причем. Пока не заучат иероглифы. Это вот как сейчас с масками бизнес. Кстати, в Китае там посадили много заводов, позакрывали, которые делали уже поддельные маски. Посадили трех русских, которые продавали поддельные маски уже и пытались там вести. И очень жестко. Это которые косметические или те, которые... Которые налицо. На буме, на этом. То есть человек 15 позвонил из Китая. Нет, у тебя масок. Пришли нам масок. Мы будем продавать. Я сказал, нет, извините. Что там, здравоохранение, медицинные структуры? Ну я начал с этого. Там есть два вида медицины. Это традиционная китайская медицина. Это иглоукалывание, плюс всякие коренья, плюс всякие варенья, плюс всякое, 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 всякое. И европейское, которое не очень пользуется популярностью. Потому что дорогая. И потому что дорогая тоже. Там же ездят наши, зубы ставят часто. Но это здесь. Чтобы поставить зубы на юге Китая, российской оплаты не хватит. А чтобы поставить зубы в Гонконге, двух российских оплатах. Годовые оплаты не хватит. Это бизнес на севере Китая, который сделает зубы уже для того, чтобы дешевле поставить эту самую. Но чуть-чуть дальше отъезжаешь от севера, и начинаются другие цены абсолютно. Китайцы очень большим националистом. До сих пор карты, в которых их школа есть. Я видел в учебнике сына эту карту, где я, Дальний Восток, это территория Китая. Временно переданное в управление Россией. Когда я приехал в 2005 году, в Китае работали в основном инженеры. Можно так сказать. Многие работали иностранцы просто лицом. Это вот опять же изменение менталитета китайского. То есть, раньше работали лицом. То есть, он сидел в компании, он ничего там не делал. Ему давали какие-то бумажки, он там сидел. Он сидел за стеклом, обязательно мимо него проводили делегации, обязательно мимо него проводили. Это было престижно. То есть, иметь в компании иностранца это все. На государственном уровне была программа о внедрении иностранцев в крупные компании, чтобы они там числили. Они там числили, они там ничего не делали. Можно было лет 10 работать вот таким вот лицом просто компании, иностранным. То есть это считалось престижно. Для китайцев престижно иметь русскую жену или иностранку в любовницах, либо там в женах. Это очень престижно. Это, вот опять же, у них визуальная картинка, это понты. Ни более, ни менее. Это понты. Самые настоящие. То есть вот он, там, либо у него друзья иностранцы, либо вот у него это. Вот и так же для компаний было понтово иметь у себя сотрудника, который ни хрена не делает, но он просто лицом, потому что он иностранец в этой компании. Но все стало меняться. Раньше китайцы считали, что иностранцы это вообще хорошо. А почему, опять же, визуально? То есть как вот сами китайцы говорят, что они видят иностранца, у них картинка иностранца, это денежный мешок. То есть, и почему? Вот в свое время были опиумные войны, и так, кто у нас там в Китае? У них, у японцев якудза, у китайцев? А? Триада. Триада, у китайцев триада, да. И триада запретила просто иностранцев трогать, потому что иностранцы это привозили деньги в страну. И эти традиции, которые заложены отриадой еще во времена опиумных войн, Гонконга и Макао, они остались, и иностранцы воспринимаются как денежные мешки, которые ввозят деньги туда. Но это было где-то до 10-го года, наверное, до 10-го, 11-го года. Потом эта тенденция начала ломаться. Раньше как бы, то есть, иностранная компания, китайцы обслуживали, допустим, иностранные компании. Сейчас другая тенденция. Сейчас типа вы иностранцы обслуживаете китайцев, то есть, соответственно, доброботницы стали появляться. То есть, в связи с вот экономической ситуацией в России очень много поехало народу, особенно последние 5 лет, очень много народу поехало, причем неквалифицированного народа. В основном стараются устроиться там преподавателями английского языка, кто-то хоть как-то менее. Хотя, если почитать, он у меня присылает периодически смешные эти самые, там же надо резюме, обязательно видео, резюме свое, то есть, как он говорит на английском, то есть, смотришь. Опять же, многие, так как я там еще вел мафию, то есть, народ, молодежь собирается, вот там преподаватель английского языка, грузин, с таким акцентом он на английском говорит, что... Ну, его правда с двух работ уволили, но он все равно где-то еще раз устроился там работать. Многие такие вот перекосы очень большие, то есть, сейчас китайцы считают, что иностранцы должны их обслуживать. Раньше они обслуживали, иностранцев, а сейчас вот такая вот традиция. Сейчас модные нейтам. Это родительные, да, перенены, да? Да, очень родительные перенены, это тоже как-то сыграло на мой приезд оттуда в Россию. То есть, визовые проблемы и проблемы именно именно менталитетные. Ну, это все играет как? На укрепление Китая, да? Нет, я думаю, что китайцы не понимают, что они делают, потому что Китай был построен иностранцами. В свое время, когда, вот опять же, к Ханкинголу возвращаюсь, американцы сдали большие кредиты под что? Под развитие промышленности. То есть, все заводы, все технологии, которые были завезены в Китай, они были иностранными. Китай в это ничего не вкладывал своего, кроме ресурсов. Соответственно, все крупные предприятия имеют технологии зарубежные. Как что-то где-то копирайк, 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 пошло такое вот затухание. То есть, поэтому сейчас их последние три года или четыре вообще технологии стараются не давать. Поэтому, опять же, они бегают не приедут. То есть, что-то ты делаешь, были примеры, допустим, обувь, одна компания, я разбирался потом, везла в Китай свой бренд, то есть, стал выпускать обувь под своим брендом, но не заключила правильный договор с китайским заводом. Через месяца три появился тот же самый бренд, и китайцы этот логотип зарегистрировали в Китае. Зарегистрировали это, и, соответственно, тот завод, который разместил вот это все производство, начал это производство в Китае, и он попал. Все, они сказали, извините, это наш бренд. В Китае не считается так. Вот, допустим, даже там один миллиметрик от основной детали отличается, это уже можно считать другой деталь. Все. Какое там вот это законодательство? Вот я приблизительно про него и начал рассказывать. Вот я почему тоже, да, вот интересно. В один миллиметрик отличается, все, это другое. Есть зеленская, есть британская, да. Ну, если и гонконговские, у них там, почему британские? Гонконг, это британская была колония. Макао была, по-моему, португальская, да. Все, Макао сейчас это основной центр игровой. Туда игровая зона. Слышал, что днем, допустим, завод выпускает те же айфоны, там, телефоны, а ночью слоют аналог. Нет, просто такого не может быть на заводе, потому что есть АТК приемка того же, у этого самого айфона. Просто недобросовестные менеджеры просто пилят телефон, под своим ноготипом продают. То есть это незаконно получается? Да. Это незаконно. И рейды периодически делаются по рынкам, выявляют незаконные подделки, контрабанды и тому подобное. То, что это я вспомнил, когда говорили о том, что на миллиметр что-то отличается, уже все свое. Да, все свое. Другой проект, другая эта самая. Ну, так как она не проходит АТК, естественно, она не идет на... Да. Почему Huawei-то из-за этого? У них тоже много технологий, бюджет, почему их запрещают и штаты. Ну, плюс они еще добавили слежения. Это любое государство, я думаю, себя защищает, и китайцы тоже. А Huawei-то, у него наполовину государственный. Тем более, он хорошо так Америку... А, то есть Африка? Ну, вышки по всему миру стоят. Да. Я помню, когда они продавали только роутер обычный. Все наши телевышки в стране это Huawei. Потом появились русские девушки, менеджеры, которые учились там на Huawei. То есть, приходишь в бар, а там сидят. Вы откуда? Мы с Huawei. Было такое. Русские? Зависло. Ну, да. Мы готовили менеджера на продажу в России. Сейчас такой баланс, как устроило в Китае или в России? Ну, торговый баланс у меня в России и Китае всегда был на высоком уровне. Но сейчас все катится в тартары у всех. Ну, да. Я думал, вообще может заваляло относиться, кажется? Может быть. Может быть. Опять же, сейчас китайские заводы не могут набраться сотрудников, потому что карантин и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Соответственно, сейчас очень все стопорнулось еще месяца на три. А почему? Никто ничего не будет заказывать, никто ничего не будет поставлять. Ну, пока не будет какая-нибудь заявленная вакцина сделана. Это дома не получится. Соответственно, все будут... Ну, на самом деле, все деревья разъедутся по городам и все успокоятся. Там сейчас шум этот пройдет. Шум пройдет, да. Ажиотаж в СМИ пройдет. Но Китай тем самым дает все время, ну, как там, запас. Обе все выиграют время. Давай еще раз вернемся к тому, что Китай – это полицейское государство. То есть партия сказала, все требуют. Причем многие чиновники даже не додумываются. Вот. Я сталкивался на уровне даже... Есть коррупция, я не спорю, коррупция есть, но она такая... Не как у нас там, взятки там, по миллионам там и так далее. Ну, то есть вот всегда можно прийти к человеку и договориться. Особенно к высшестоящему руководству. Я сталкивался, у меня машину укатили эти самые... Полиция. Причем я пришел ее забирать, говорят, ты извини, что мы укатили твою машину, но у тебя 22 штрафа за парковку. Я говорю, я понимаю, хорошо. 22 штрафа за парковку. Укатили, укатили. И по страховке у меня был такой казус тоже. Девочка, которая просто клерк там, полицейская там, я не знаю, какое она была в звании. Выписала мне штраф там, неимоверный, на какую-то сумму. Я говорю, что это такое? Типа, вот. По-нашему Заку показала мне норматив, там действительно написано, что там столько-то, столько-то. Подходит ко мне другой, Позвонил, говорит, иди сначала там поговори наверх. Я говорю, покажи где. Пошел наверх. Зашел к генералу, сел с ним, попили мы чаю, поговорили. Он говорит, завтра приди. Я говорю, хорошо. Я пришел завтра, он мне выпишел штраф 100 юаней. Говорит, найди девочке отдай. Я прихожу к девочке, она так берет этот вот постой юаней чек, смотрит на свой такой. Так вот. Зло так разорвало, выкинуло. В общем, все, я прошел, забрал машину и уехал. То есть, вертикаль власти? Вертикаль власти, да. Ну, опять же, вот то, что их учат, когда они заучивают все эти нормы закона, и они не понимают, в отличие от того, как у нас нет логического мышления, как этот закон можно с какой-то другой стороны обойти. Даже каких-то послаблений сделать там. То есть, разрешить то-то, то-то, то-то. Например, я пришел в парк с крылом потренироваться. Мне приходят, говорят, здесь нельзя это делать. Я говорю, почему? Потому что здесь нельзя. Я говорю, покажите мне, почему нельзя. Потому что нельзя. Я говорю, ты знаешь, что это такое? Он говорит, нет, я не знаю, как это называется. Я говорю, давай зови старшего. Приходит старший. Я говорю, ты знаешь, как это называется? Он, не знаю. А почему здесь запрещено? Потому что запрещено. Я говорю, почему? Потому что здесь нельзя запускать воздушных змей. Я говорю, это не воздушный змей. И что? Говорит, воздушных змей здесь нельзя запускать. А эта тоже штука летает. Значит, все. Запрет. Картинки подгоняют и все. Слайды. Фактически так оно и есть. Я же говорю, то есть иностранцев, они по традиции представляют как денежный мешок. Хотя сейчас поменялось. Сейчас они представляют как раб силу для них, для обслуживающих персонал. Это у всех азиаток, я говорю, тоже был в азиатских странах, там тоже есть иностранец, либо дарят денежный мешок. Денежный мешок, да. Вообще в магазинах, в банях, в салонах где-то не принято давать чаевые. И это не приветствуется просто. Но если ты дашь чаевые, то ничего страшного в этом нет. Но опять же русская дата на самом деле. Если американец дает, он привык к этому, он дает. А они знают, что русский не дает никогда, они у него и не просят. Все. Это разные национальности, разные менталитеты, разное это самое. Хочешь – давай. Все обрадуются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова